Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Меня зовут Юля и в сегодняшнем видео мы будем заниматься с вами чем-то очень интересным, а именно тестированием новой косметической коллекции от знаменитого визажиста Мэнни Муа, который называется Eternal Eclipse. Мэнни Муа это очень знаменитый визажист на просторах ютуба, я сама его не так часто смотрю, но бывает, когда что-то у него интересное выходит, а я прям прилипаю к экрану. Мэнни Муа стал знаменитым тем, что он стал первым амбассадором компании Maybelline в лице мужчины. Обычно косметические бренды всегда предпочитают девушек в лице своих моделей, но вот он, в общем, прославился именно этим. И еще я прочитала, когда ты вводишь в Google, что оказывается он HIV-позитивный, и я немножко в шоке была, потому что я не ожидала увидеть, если честно, этого достаточно сложная информация для того, чтобы, ну знаете, первым делом писать это в Google. Его коллекция Eternal Eclipse вышла примерно неделю назад, и я видела уже, что достаточно много людей выставляли свои отзывы, и я слышала, что у Мэнни Муа очень хорошая формула теней, она обещает быть очень хорошо пигментированной, прекрасно все должно быть растушевываться, и я хочу в это верить на самом деле. И эту посылку я получила буквально пару часов назад, наверное, час назад, и я очень ждала ее, потому что из-за всех праздников, из-за выходных все немножко гораздо медленнее идет, чем этого хотелось бы. Сейчас вы видите, как я раскрывала эту посылку, упаковано все очень даже красиво, очень все эстетично, при открытии вы можете увидеть такую красивую, очень миленькую открыточку, на которой написано Lunar Beauty, мы видим портрет самого Мэнни Муа, и также то, что у него вышло в этой коллекции, а именно палетка, набор кистей, также жидкая помада и блеск для губ. Когда я открывала посылку, я почувствовала эту эстетику визажиста Мэнни Муа, все очень красиво упаковано, очень приятная, но еще бумага, нужно открыть, чтобы эту посылку разрывать сам бумажку, но это очень приятно ощущается, приятно все это делать, и упаковано все так же хорошо, они заботятся о том, чтобы ничего не разбилось, мне все понравилось, как это все выглядит, я уже в предвкушении попробовать, как эти тени и также помада и блеск будут на губах раскрываться, теперь по ценам, по ценам на самом деле цена у в принципе всех продуктов Мэнни Муа достаточно хорошая, то есть все очень даже хорошо и доступно, ну для американцев как минимум, и первое, что мы видим, это палетка, которая называется Eternal Eclipse, она, кстати говоря, стоит 48 долларов или 3651 рубль, палетка очень красивая, приятная на ощупь, здесь имеется такая текстурированная фигура, я не знаю, это планеты, земля, наверное, но приятно дотрагиваться, и, кстати говоря, у Мэнни Муа в его дизайне можно наблюдать вот эту любовь к текстурированным и выпуклым дизайнам на его упаковке, и чувствуется она не такой тяжелой, но и нелегкой, то есть что-то посередине, мне кажется, что ей будет очень легко краситься также, и при открытии палетки мы видим, что мы видим, три ряда разных оттенков, первый ряд у нас это все шиммеры, второй ряд это все матовые, и они прям такие хорошие, нюдовые оттенки, и третий ряд это, собственно, сама тематика палетки, а именно темно-синие, как матовые, так и шиммеры, и, конечно, черные с очень красивыми блестками, и также мы видим очень красивые темные, приглушенные серые оттенки, как шиммер, так и матовый оттенок, надо сказать, что в этой палетке 20 рефилов, и это очень прикольно, что можно, да, выбрать то, что тебе по настроению, не обязательно все должно быть синим, как мне кажется, потому что, если бы эта палетка была синей, я, наверное, бы вряд ли приобрела ее, просто потому что я не большой любитель синих цветов, как это ни странно, вот как-то ни разу не покупала ни одной палетки в синей гамме, но эта палетка, мне кажется, она что-то вот посередине, не слишком синего много в ней, но и не слишком она нюдовая, каждый человек, мне кажется, найдет в этой палетке то, что ему нравится, кстати говоря, она сделана в США с импортированными ингредиентами, и, в принципе, это очень нормально, когда визажист, который живет в США и делает свой бизнес в США, делает что-то именно здесь, в Америке, но, конечно, всегда классно все-таки, когда палетки сделаны, как мне кажется, в Италии, но, в общем, говорят, что формула хорошая, мы сегодня это проверим и посмотрим, действительно ли Мэнни так хорошо делает то, что он любит, и любит то, что он делает. И, конечно, я не могла обойти стороной его блеск и жидкую помаду из его новой коллекции Клипс, блеск у нас стоил 17 долларов, тогда как помада стоила 18 долларов, и эти оттенки у меня показались очень осенними, очень красивыми, вау, как красиво смотрится упаковка, я в шоке, я еще ни разу ничего не распаковывала. И вот так у нас выглядит блеск, слушайте, очень-очень красиво, мне кажется, что такого дизайна я еще пока не встречала. Все это сделано, кстати говоря, тоже в США, как он вкусно пахнет, это такой конфетный какой-то аромат с небольшим вкраплением ванили. Я уже не жду, не дождусь попробовать это все с вами, ребят. Ну что, если вы готовы погрузиться в туториал со всеми этими продуктами из коллекции Маню Муа, тогда продолжайте смотреть, а мы сначала сделаем свочи этой палетки, и после этого я вернусь к вам, и мы сделаем уже что-нибудь очень красивое на наших глазах. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Дальше я возьму более тонкую кисточку от Sigma, моя любимая кисточка на самом деле, под номером E45, обожаю ее. И мы возьмем вот этот красивый оттенок Smoke, и этот оттенок мы поместим как раз-таки в нашу зону растушевки, туда, куда наносим мы все вот такие темные цвета. Вау, какой он пигментированный. Настоящий серый цвет, очень холодный, супер низко, хочется его нанести. Эффект sexy smoky eyes. Возьму другую кисточку, я получила, по-моему, ее в Ипсе. Это специальная кисточка для растушевки и также для того, чтобы поместить любой цвет на веко. Извиняюсь, ребят, моя камера села. Я взяла гораздо более толстенькую кисточку для растушевки от Sigma под номером E40. Я тоже ее обожаю. И я решила растушевать это получше, потому что та кисточка как-то вообще не работала, как я этого хотела. Это уже другая кисть от Refere, потому что, к сожалению, бывает так, что когда ты работаешь с какими-то тенями в первый раз, тебе сложно бывает понять, какую именно кисть лучше всего использовать. И, в общем, да, мне пришлось немножко поэкспериментировать. И что мы сделали? Мы просто взяли этот оттенок, провели его к внутреннему уголку глаза. В принципе, красиво. Красивый оттенок, но, конечно, он немножко такой отдает каким-то синим оттенком, я бы сказала так. Эта растушевка, ребят, заняла у меня достаточно много времени. То есть мне пришлось это все хорошенько-хорошенько перетушевывать, потому что цвет очень легко может, так сказать, впиться в вашу кожу пятном. И потом его, ну, очень сложно будет как-то перетушевать. Поэтому, когда вы тушуете, никогда нельзя, там, знаете, остановиться на минуту и потом продолжить. Потому что, скорее всего, вам придется, ну, в общем, переделывать это. Либо будет головная боль потом, как это все сделать красиво. Дальше я возьму оттенок Lagoon. Это очень красивый такой синий оттенок. И мне кажется, он идеально подчеркнет наши глаза, когда у нас вот такая вот гамма синевато-серая. Он, на самом деле, не отличается почти никак от этого серого цвета. То есть у них один подтон, как будто бы. Ну, красиво смотрится все равно, конечно, но пока что разницы большой между цветами я не вижу, если честно. Я возьму ту же самую кисточку, которую мы использовали для тушевки этого серого. И немножко еще растушуем это все. Ну, я думаю, что не очень сильно намного этого нужно. По-моему, очень даже красиво получается, как мне кажется. Такие оттенки я бы, наверное, вряд ли в жизни носила, если бы не эта палетка. Поэтому я благодарна ей. И дальше я возьму оттенок Метеор. Невероятно фольгированный серебристый оттенок. И нанесем его туда, куда он и должен идти. Именно в эту зону. Вау, красиво смотрится. Кстати говоря, что-то в нем есть. И он прекрасно сочетается, как мне кажется, с нашим цветом растушевки. Вау, yes. Какой красивый блеск. Как будто по ощущению он мокрый. Невероятно красивая пигментация. И, в общем, этому оттенку, этому шиммеру, вернее, я бы дала бы 10 из 10. И дальше я хочу взять, скорее всего, этот красивый серебристый оттенок, который называется у нас Адамантиум. Он гораздо более такой рыхлый, чем наш предыдущий оттенок. Но он также мокрым чувствуется, когда он у меня на пальце. Нанесем его на середину века. Ах, боже мой. Ребята, вы это видите? Как это красиво смотрится. Я в шоке. Не зря говорят, что у Монимуа невероятно классное качество теней. Мне кажется, что когда Вейн Госс вышел с его палеткой, как называется, там, ну, синее, в общем, синеганы. Там только один, правда, синий шиммер. Все люди такие, ах, какой красивый шиммер, как классно все. Но, кстати, у меня оттенок, говорит, полностью на лице. Сейчас полностью напал, настолько он рыхлый. Сказали люди также, кто пробовал эту палетку, что, ну, в общем, качество не очень. Оттенок, только из одного оттенка покупать вот эту палетку за 50 долларов, это как-то не вариант, где еще такие огромные рефилы. И мне кажется, что если вы любите вот какой-нибудь синий, синие оттенки, то эта палетка, ну, уже заочно, так сказать, я советую ее вам. В общем, ребята, реально тени осыпаются, поэтому, если вы планируете делать макияж этой палеткой, определенно гораздо лучше, если вы сделаете макияж сначала, а потом уже все остальное. Я хочу закончить наш лук с использованием этого красивого черного оттенка с большим количеством сияющих частиц в нем. Мы нанесем его на нижнюю часть ресниц. И вот такой раз получился конечный образ с ресничками, с румянами, с бронзом. Я напишу внизу в описании все, что я использовала, чтобы закончить этот образ. И, в общем, как вы видите, все очень красиво смотрится. Конечно, это 100% не те цвета макияжа, которые я хочу делать постоянно, каждый день, на повседневку особенно, нет. Я считаю, что эти оттенки, они, ну, вот, гораздо будут более идеальными на праздники. Поговорим в конце как раз-таки об этой палетке. Сейчас представлены попробовать, конечно же, помаду и блеск от Мэни Моа. И вот так выглядит наша помада. Как я уже сказала, очень красивая упаковка, мне нравится. Такая черно-белая, еще тут очень красивый такой прозрачный купол или ромбик стеклянный внутри упаковки. Супер классный, я такого не видела ни разу. И я так понимаю, что цвет этой помады, он такой терракотовый, да, это терракот. Прикольный, красивый цвет, кстати говоря. Я думаю, что он должен подойти к нашему макияжу сегодня, надеюсь. Мне нравится, ребята, на самом деле. Как я видела этот оттенок на картинке, так он выглядит на губах, на самом деле. Супер приятная формула. Мне чувствуется, что что-то она высушила пока что, по крайней мере. Цвет супер. Не слишком темный, не слишком он светлый, понятное дело. То, что нужно на осеннее время года. Мне нравится, сейчас мы подождем, пока это все высохнет, а пока мы почитаем, что по миллилитражу у нас в этой помаде. Мы получаем 3,5 грамм продукта. Как я уже сказала, это все сделано в США, но качество хорошее. Я не удивлена, что многие люди обожают его косметику, потому что чувствуется, что это хорошее качество. И, знаете, не просто человек создал свою линейку косметики, чтобы зарабатывать деньги. Он вкладывает также и свою любовь, это свою душу, так сказать. Уже чувствую, что помада начинает подсыхать. Никакой ни липкости, ничего я не чувствую, что очень-очень здорово. Ну, проверка, я чувствую, что она начинает застывать, но, что интересно, у нее нет прям такой супер матовости. То есть, она хоть и матовая, заявляется она вроде как матовая, если я не ошибаюсь, но при высыхании она не высыхает в полную матовость, остается вот эта вот естественная какая-то влажность губ. Поэтому мне пока определенно нравится, что получается у нас сегодня. Давайте попробуем теперь наш блеск. Блеск у нас в Lunar Beauty, все тут в принципе как обычно. Да, блеск должен дополнять наш цвет помады, он должен быть таким более нюдовым, наверное, более светлым тоже. Очень красивый такой оттенок, повседневный, естественный, и да, можно видеть, что он, конечно, чуть более светлый, и он как будто бы немножко более прозрачный. Оттенок у нас называется Aura. Это, конечно, все красиво, но определенно, когда вы наносите и помаду, и блеск, губы выглядят просто огромными. Это я так говорю, чтобы вы не спрашивали, почему у меня такие губы огромные, потому что, поверите мне, любой человек, который несет это все, что у меня сейчас на губах, губы тоже будут выглядеть огромными. Я сама лично не ношу никогда макияж дневной, чтобы и помада матовая, и блеск сверху, как бы это, я считаю, слишком, но для видео почему нет? На самом деле, очень красиво смотрится, дорого, и я в восторге, что у нас получилось сегодня, ребята. Вы в восторге? Вам вообще понравилось, что на сегодня получилось? Пишите в комментариях. Я смотрела в составе, что там имеются разные масла, что, в принципе, очень даже понимаемо, потому что оно все-таки классно, когда в блеске что-то есть, что увлажняет губы, и по миллилитрам мы получаем здесь целых 3 грамма продукта, то есть, да, он немножко дешевле на 1 доллар, чем сама помада. Сейчас я вас немножко отдалю, чтобы вы видели, как все это смотрится вдалеке. Так у нас выглядит конечный образ. Еще раз мне очень понравилось, что я вижу на своем лице, на своих глазах, на своих губах. Сейчас я немножко подробнее пройдусь по каждому из экземпляров его коллекции. Первая – это палетка. Палетка, мне кажется, она прикольная, она необычная, потому что обычно мы все видим в палетках, особенно, когда дело касается колорпопа, нюдовые оттенки. Сейчас вообще, в принципе, много выпускается нюдовых, простых, розоватых оттенков. Эта же палетка уникальна, как мне кажется, потому что в ней имеются 3 разных ряда цветов, от нюдовых до очень таких, знаете, активных и немножко более приключенческих оттенков синего. Этот ряд, где находится шиммер, мне он очень понравился. Безумно классные качества вот этих двух шиммеров, просто потрясающе, я в восторге. Этот шиммер, он прям, знаете, такой очень праздничный какой-то новогодний оттенок. Очень он красивый, переливается на веках, вот в середине века он находится. Супер классно, мне понравилось. Этот шиммер мне он тоже понравился, он находится у нас в этом внутреннем уголке глаза. И на самом деле я в восторге, что такие шиммеры могут быть. Основное внимание, конечно, в этой палетке уходит не к матовым оттенкам, а, конечно же, к синим оттенкам. И синие оттенки здесь очень даже хорошие. Это что-то новенькое для меня лично, потому что, опять же, ни разу не пользовалась синими оттенками в своей жизни, ни одной палетки не было. И я рада, что они у меня сейчас появились, потому что я считаю, что это классно всегда экспериментировать с новыми оттенками, с новыми текстурами, с новыми формулами. Почему нет? Единственное, что некоторые оттенки при растушевке, они показываются все одинаково. То есть вы можете, допустим, нанести эти два оттенка, и вы растушуете их, и этот будет оттенок иметь в себе какой-то такой синеватый потон. То есть это немножко печально, что все оттенки при растушевке, они оказываются вдруг одинаково выглядят, а не, в общем, по-разному, как мы этого хотели. Если так подумать, да, эта палетка называется Eternal Eclipse, или она имеет в себе такие более синеватые потоны. И по факту мы получаем всего лишь два синих оттенка, то есть тут можно понять, Манимуан, наверное, хотелось сделать так, чтобы эта палетка могла понравиться всем и каждому, не только тем, кто любит синие тона, но еще и вот какие-то вот такие более обычные. И, в принципе, это понимаемо. Я считаю, что это хорошая палетка, я не могу сказать, что я прям, ну, знаете, в таком большом восторге. Да, она хорошая, она реально хорошая, но в особенности шиммер здесь очень классный. Мы попробуем еще с вами, я уверена, матовые оттенки, чтобы дать какой-то более полный обзор видения этой палетки. Я, наверное, дала бы этой палетке восемь с половиной из десяти, вот где-то так, наверное. Это достаточно высокий рейтинг, но, наверное, мне она больше понравилась, чем не понравилась, поэтому, извиняюсь, просто пыталась понять, что я чувствую в этой палетке. Прикольно, прикольно. Будем ждать еще что-нибудь от Манимуа интересное, потому что я уверена, что у него целая куча сумасшедших идей. И мне кажется, что Манимуа сейчас гораздо, ой, я задела свои волосы этим блеском. Мне кажется, что Манимуа сейчас поддерживает гораздо лучше, наверное, чем Джеффри Стара. Блески мне очень понравились, на самом деле. Я не ожидала, что эти блески и эта помада, они настолько мне понравились, как это ни странно, потому что потрясающая текстура. Все это очень классно ложится на губы, приятный аромат, блеск вообще даже не липкий. Этот блеск прилип у меня к губам и волосы даже не стали липкими. Обычно такое очень часто бывает, когда вы используете любые другие блески. Такой у нас сегодня был, надеюсь, короткий обзор. Я не хочу делать это видео, знаете, типа там 30 минут, но постараюсь сделать его чуть покороче. Дайте мне знать, ребят, что вы думаете в комментариях о новой коллекции Манимуа. Планируете ли вы покупать, поддерживаете ли вы этого визажиста на ютюбе? Не знаю, смотрите вы его видео или нет. Будет очень интересно узнать ваше мнение. И на этом я с вами не прощаюсь, ребят. Желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, идеальных макияжных дней. Ваша Юля, я прощаюсь. Всем пока!